Доброе утро всем! Сегодня у нас вроде бы солнышко там выходит, но туманище, прям туманище, видите какой? Как всегда, сейчас буду готовить вкусный завтрак, если честно, для меня завтрак это одна из главных частей еды за день, потому что вот как начнешь, так оно и пойдет, поэтому сегодня у меня шаурма вкусная с курочкой, хочу с перчиком болгарским, в общем, вчера все купила, сейчас приготовлю. Так, вот он мой завтрак, лаваш, сырка немного отрезала, чтобы детям осталось, вот чуть курочки взяла и перец болгарский, и сейчас вот сметану с перцем тоже сделала, в общем, что-то такое, типа ПП, чтобы первая цифра была не 7, а 6 на весах. В общем, идем к этому, потому что пока еще первая 7, так что делаю себе сейчас шаурму и немного ее подогрею. Мне так нравится вот эта терочка, вот если мне надо совсем немного сыра натереть, натереть. Раньше я ее вообще не пользовалась, думала, буду тереть чеснок, но нет, вот именно для сыра она мне нравится. Утерла сыр, сейчас еще сметану, все заверну и уже разогреваю вот этот свой супергриль. Ну, кстати, он мне нравится. Буду сейчас на нем немного разогревать шаурму. Ну что, вот все, шаурма готова, завернула ее, главное класть начинку на край и буду сейчас завтракать. Все, ребят, приятного мне аппетита, иду завтракать, такой вкуснющий шаурмой. И потом дальше за дела. Так, я детям тоже готовлю шаурму, здесь у меня куриная грудка, с соевым соусом. Гриш, ну пожалуйста. Овощи порезала, перец, огурцы, сейчас еще потру сыр, здесь как раз 3 лаваша, еще один останется. Так, и соус из сметаны и немножко горчицы. Вот и детская шаурма с сыром, все как положено, курочка, огурчик. Одна уже здесь обжаривается, сейчас уже будет готова. И вот сейчас вот вторую готовлю. Тошкина шаурма. Доброе утро. Нет, пошли за стол. Будем завтракать. Гришка уже свою, она прям сочная, да? Угу, с ней прям столько сока. Ну что, Антоха сейчас едет не в кино, а в библиотеку. В кино поездка отменилась. Гриша идет работать на улицу. Давай, Антоха, поехали. А можно заплатиться в кино? Нет, нужно было принести сразу деньги, кто едет. Сегодня тепло. Уже только 10 часов, 12 градусов уже, в общем, будет точно жарко. 11 градусов тепло. Ну, вот сейчас вот 11. Ну, в общем, не важно, но будет сегодня тепло. Солнечно. Я так хорошо. Обожаю. Холодно, я не люблю, чтобы тепло. Да, ты любишь? Так, чтобы тепленько было. Да, вот так. Так, я, Антоха тоже едет. Ты где, Антоха? Куда ты едешь? Он сначала расстроился, что в кино не едут. И такой сразу в библиотеку не хотел. Но потом все нормально. Успокоились. Пойдем сегодня в библиотеку. Вот у нас тут столбов понаставили. Я в шоке. Гляньте, есть обычный свет, да? И теперь еще вот эти вот столбы для освещения. Так как у нас якобы здесь федеральная трасса. Нет, у нас-то здесь, конечно, федеральная трасса. Но не настолько, чтобы тут прям гоняли. Единственное, вот когда строили там вот мост перед Тимошевском, там, да, у нас ездили тонары, но не до такой степени. Но освещение будет. Еще в два раза больше столбов станется. Сейчас проехала мимо рынка. Там столько народу. Хочу тоже завтра на рынок. Заехать цветочков. Хочется купить. Здрасте. И я сама себя тут снимаю. А вот. И завтра заеду на рынок. Посмотрю, какие там цветочки. И куплю. Так, я уже приехала домой. И хочу вам показать наш сегодняшний обед. Это зажаренные, полторы уже готовые зажаренные уточки. Я их когда-то вперед жарила. Но мы их почему-то не съели. Потом уже не хотелось. Они стояли в холодильнике. И я их заморозила. Вот сейчас, я думаю, это будет отличный вариант. Сейчас я их разморожу. Ну, вернее, они уже разморожены. Я их просто поставлю в духовочку, чтобы они опять этим всем паром прогрелись. И все круто. Будет на обед вот эти вот уточки. И салатик сделаю. И, наверное, гречку или макарошки. В общем, что-нибудь. Может быть, супчик кто-то захочет. Сегодня вот так вот будет у нас. Вон идет мой ученик. Ну, как ты? Я взял книжечки. Покажи, какую ты взял. Про футбол. Да ты моя радость. Интересно, а ты думаешь? Там брателец есть в пиле. Да? Я уже там читала. Хорошо. Ну, как прошел? Экскурсия в библиотеку прошла? Нормально. Так вы еще чуть-чуть на площадке поиграли? Да. Молодцы. Так, все, тогда домой обед готовить. А мы что-то купим. Так, я сейчас еще на обед приготовлю салатик. Утка, кстати, у меня готова. Красота? Все как будто только зажаренное. Здесь гречка. Здесь салат. Значит, фасоль у меня немножечко осталась. Одна ножка индейки. Сейчас мясо оберу. Огурчик. Немного помидоров черри. И немножко листового салата. Вот мы его так уже пооборвали. Добавлю. И заправлю все сметаной. Вот такой вот салат из того, что осталось в холодильнике. Вот, мне кажется, все остатки, которые есть, все сразу в салат. И будет вкусно в любом случае. Я сейчас готовлю леденцы. Вот, розовые уже приготовила. Ставила их для фотографии в такую подставку пенопластовую. Просто розовые леденцы. Посыпка разная. И изомальт. Немецкий. Просто я его растапливаю до 180, 160, 180 градусов. И выливаю на коврик. Немного жду, пока он подостынет, чтобы он не растекался, а был именно по форме. То есть вот такой вот. И вставляю палочку, присыпку. Жду, когда остынет. Сразу же упаковываю. Вот, завязываю ленточку. В общем, вот такая красота получается. Села помонтировать видео. Пока у меня откисает половник. Мало мне одного ковшика. Нужно еще один покупать, чтобы для работы было без времени. Не тратим. Это я с роднёй поговорила. Продолжаю монтировать. Да, у меня телефон снимает странно. Я с ним ничего не могу поделать. И пока ничего другого у меня нет. Поэтому пока так. Вот. Но хочется мне новый телефон. Не знаю, какой. Напишите, как вообще там китайцы все чувствуют. Ну, в плане того, что там китайские телефоны. Если не айфон, а не самсунг, то что. Если у вас какие-то вообще, может быть, вам что-то прям понравилось. Какой-то телефон у вас или у друга. Вот. Потому что мне хочется уже новый. Да, дети здесь. Прям интересно, да? Гриша узнал, что в каком СССР было году. Чемпионы Европы. Чемпионы Европы 60-го года. Да, СССР. Ну, тут кубок, конечно, кубок обладателей кубков. Классно. Звучит супер, да? Я взял скач. Как раз сказал Суперсос. Мне понравилась эта книжка. Да? И взял ее. Хорошо. А кто другие какие там книги взяли? Ну, кто-то и цеплобедит. Ну, да. Я написал всяк. Да? Надо же потом ее пойти сдать же, да? Через 10 дней. Ну, короче, если раньше, значит, только у них в понедельник выходной. А, да? Да. Так, вот вторая партия леденцов. 8 штук. Вот таких вот бирюзовых. Так, ну что, леденцы готовы. Все, все упаковала. Хочу сфотографировать. Но уже, наверное, завтра. Или сегодня. Сейчас посмотрим. 700, помнишь? Сколько? Вы куда собрались? На пергей. Еще раз плавлено. Попадаем. Так, крутой мой. Пошли. Так, пошли на танцы, а то так опоздаем, зайчик. Еще, чтобы переодеться, надо. Я так жутила, не может быть так и за гровами. А, я хочу спать. Да? Да, да, да. Антоху повезу. Заеду, еще куплю список. Написала, что надо на завтра купить. Ну, вообще, и готовить, и что-то там. Вот сижу неневея после брития закончилось. На улице не так уж и тепло, если честно. Но если выглядывается окошко, то очень тепло. Если смотреть на меня, то тоже тепло. Было шлепки. Сейчас быстренько и в магазин. И Антоху завезу. Буду в шлепках. Так, кроссовки постирала. И все, ну, мы уж в колхозе. Нам можно. Я тут растапливаю котел. И не могу, знаете, не пройти мимо, чтобы не открыть газетку и не посмотреть, что тут хочу. Яблочный рог, перевертыш, испечь. Вот, нашла его. Сейчас вырежу. Испечем вместе, хотите? Еще что нашла. Помните журнал «Люблю готовить»? Боже, я уже забыла, что это. Уже сто лет его не покупала. Вот сейчас буду листать. Это вообще номер. Даже не знаю, за какой период. Ну, котел разгорелся. Все нормально. Сейчас все подкину. Что я сейчас хочу полистать в журнал, посидеть. Посмотреть, знаете, иногда не что-то прямо отсюда готовить, но хотя бы там идеи. Вот я тут видела где-то... Видела где-то крылышки куриные. Я вот иногда забываю, знаете, там про крылышки куриные. Это что-то там было на масленицу. Вот, в общем, сейчас полистаю, посмотрю, что-то интересное может быть есть. Вот горшочки. Я помню, мы раньше очень часто готовили. У родителей есть горшочки. И мы прям очень часто в них. Прям было очень вкусно. Так, я вышла снимать белье, а тут у нас футбол прям опять. Футбольная команда. Ворота не зря, да, пап? Давай, давай, Натали, 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 Натали. Папа, кто за тебя играет, пап? Афоня, ударь, 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 ударь. Во, молодец. Почти. Саше повезло. Надо бубончиком пролететь. Три, отец, раз. Натя. Да играй, играй. Во, бельса. Афоня напал. Лапал на Серегу. Затоптал его. Во, во, молодец. Саше. Вдвоем, напали с двух сторон. Во. Саша. Саша защитник. Саша. Лежать. Напали. Перекладина. Я бы вытащила, если бы было ему хорошо. Афоня, мне уже цветы подарил. Какая красота. Нет, там уже залетел вот так вот. Блин. Говорит, я тебе летом одуванчики пособираю. Да? А я даме. Ну, пошли, заходи. Я супчик подогрела. Там гречка, мясо, салатик. Да, и все. И все, и печенье. Сейчас уже в комнате. Хочу выставить видео. Показать вам, что я сейчас иногда выставляю с прошлого года. Видео. Вот здесь вот на моей страничке. Когда заходишь, вот здесь поиск. Именно по моей странице будет. Они по всему ютубу. И вот здесь я забиваю. 28 марта. И выскакивает вот это вот за 2016 год. Вот, 2018. Это с прошлого года уже тоже. Видите, Гришка сидит на рыбалке. Вот это вот с 2017 года. Нужно, кстати, посмотреть. Вот рецепт в силиконовой форме. Испечь такие печеньки. Я помню, что они были вкусные и держали форму. Поэтому надо сейчас открыть его так. Так что с прошлого года ставлю. 2018 год. Я его открываю. Копирую ссылку. Ctrl-C. И вставляю вот сюда вот видео. Ctrl-V. И все. Опубликовать. И здесь будет под видео, получается, вот эта вот область. Под видео. Вот здесь мой год назад будет ссылочка. Можно посмотреть. Саша пришел, и Афоня уже зашел в комнату. Саша, какой мультик надо включить? Телекота. Сейчас Саша так интересно говорит. Саша, как ты говоришь, мил, 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 да? Мил, 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 мил. Мил. Открытили нас посылка из Таиланда. Мы теперь разбираем, что там в ней, да? Тебе не видно. Меня не видно, да. Подожди. Сейчас исправим. Где тут? Нет, не здесь. Опа. Мы вообще не знаем. Там какой-то пузырек. Но сейчас домой приедем, все покажем. Подозрительно. Съедобная. Не съедобная. Она такая похожа на какую-то масть, типа звездочки. Ну, посмотрим. Ну, а что не звездочка, мама? Это не российское средство, это японское средство. Ну, таиландское или как? Тайское. Японское, мама. Прямо японский иероглиф. Ну, в Таиланде тоже иероглиф, Гриша. А. Все, в общем, сейчас приедем, покажем. Значит, Таиланд это где? Таиланд это где тепло. Таиланд в Таиланде. Ну, посмотрим сейчас давай. В Украине? Нет, в Украине. Где он? Гриша. Прости. Сейчас пойдем на карте, посмотрим. Давайте смотреть, что там. Мам, смотри, это такие печеньки. У нас уже такие были, да, Панда? А это хлопья. Это какие-то кукурузные палочки. Вот это вот. Вот это вот я не знаю. Но тут везде есть на письме-то QR-кода. Это кукурузчик? Я не знаю, Сын, сейчас мы посмотрим. И вот это мы не знаем. Что? Мы думаем, что это какой-то болезанец. Мам, это желейки, мам. Мам, это желейки. Да? Мам, это для нас, не кажется. Да, я посмотрю. Это что такое? Это мыло, наверное. Это... Наверное, мыло. Давай открывай. Вот. Мам, надо показать. Смотрите, это такие дельфинчики-желейки. Здесь их праздник. На всю семью хватит. А что с ними делать, Сынок? А это есть, эти желейки надо. Есть? Смотри здесь. А я сейчас открою, покажу. Ну, это все пахнет. Так вот, прям по-химически приятно, я бы сказала. Так, где нужно? Какие-то желейки. Сейчас я вам покажу, какие они. Так вот, хвост хвоста надо, наверное, отрезать или с головы. Нет, хвоста надо. Давай я помогу тебе, сынок. Не торопись. Надо пить! Да? Вкусно? А мне хочется пить. А тебе же надо же тоже, наверное, открыть, как ты думаешь? Бочка. Угу. Это желейка такая. Пить которую? Угу. Я, кажется, все выбрала. А тебе? Как эти желейки? Вкусно? Надо еще открыть, потому что уже невозможно. Да, я сейчас как раз понюхала звездочку. Это прям звездочка такой, бальзам. Похожий очень на звездочку по аромату. Да я. Это прям звездочка такой, бальзам. Я, кажется, все выбрала. Я, кажется, все выбрала. Я, кажется, все выбрала. Я, кажется, все выбрала. Я, кажется, все выбрала.